Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил вчера в воскресенье, что не исключает, что может выступить в качестве свидетеля на судебном процессе против бывшего президента Дональда Трампа. Соединенные Штаты осуждают очередной приговор, вынесенный в пятницу российским судом против оппозиционного политика и борца с коррупцией Алексея Навального. 19 лет тюрьмы. В США впервые одобрили таблетку для применения во время послеродовой депрессии. Стримеру Каюсен Сенату предъявили обвинение в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию после фан-встречи, на которой начались погромы. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на главную оперную компанию США, митрополитен опера, разорвавшую с ней отношения из-за отказа Нетребко осудить Владимира Путина за войну в Украине. New York Times вышел большой репортаж из России, в котором есть несколько неоднозначных цитат пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Пользователи сети высмеяли новую коллекцию кукол Братс, которая была создана по внешности американской телезвезды Кайли Дженнер. И розовые гробы, изготовленные в стиле куклы Барби, стали популярны у клиентов салонов ритуальных услуг. В Нью-Йорке умер актер Марк Марголес, который больше всего известен по роли мексиканского мафиози-наркоторговца из популярных сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Дамы и господа, эти тему мы рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Пенс сказал, что если дело дойдет до суда против Трампа, то давать показания он не планирует, но не исключает такой возможности. Цитирую, люди могут быть уверены, что мы будем соблюдать закон, мы выполним обязательства перед законом, если поступит такой запрос и мы просто скажем правду. Сказал Пенс, который баллотируется против Трампа на выдвижение кандидатом в президенты от республиканской партии на выборах 2024 года, шансов у Пенса практически нет, в отличие от Трампа, стать кандидатом от республиканской партии на съезде республиканцев в августе следующего года. Пенс стал одной из главных фигур в последних уголовных обвинениях против Трампа, которые были предъявлены бывшему президенту, напомню вам, 1 августа. Министерство юстиции предъявило экс-президенту 4 пункта обвинений в незаконной попытке удержаться у власти после того, как он проиграл выборы 2020 года Джо Байдену. Прошедшую пятницу, 3 августа, Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения и в преддверии сертификации победы Байдена 6 января 2021 года в Конгрессе Пенс, занимавший пост вице-президента и по должности председателя Сената, наблюдал за ходом процедуры. Трамп стремился оказать давление на вице-президента с тем, чтобы тот отменил результаты голосования, но Пенс отказался. Это давление, а также записи, которые Пенс делал в преддверии беспорядков 6 января 2021 года, часто упоминаются в обвинительном заключении, опубликованном на прошлой неделе. В частности, в обвинительном заключении упоминается телефонный разговор, состоявшийся 1 января 2021 года, в ходе которого Трамп упрекал Пенса за то, что тот не участвовал в попытках отмены результатов выборов. «Вы слишком честны», – сказал в телефонном разговоре Трамп Пенсу. Похоже, сказано это было с определенной долей сарказма, но прокурор представляет это в том плане, что Трамп-то уж точно нечестен. Такова прокурорская логика. Возможные показания Пенса и его записи могут стать ключевыми элементами обвинения против Трампа на суде. В этом году Трампу уже трижды предъявлялись обвинения. В двух других уголовных делах он не признал себя виновным. В Майами федеральный суд обвинил его в хранении секретных документов после ухода с поста президента и препятствовании правосудию. А в Нью-Йорке ему предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия тайных денежных выплат порно-криси Сторми Дэниелс. На этой неделе Трампу может быть предъявлено четвертое обвинение в Джорджии, связанное с его попытками отменить результаты в этом штате после выборов 2020 года. Соединенные Штаты осуждают очередной приговор на вынесенный в пятницу российским судом против оппозиционного политика и борца с коррупцией Алексея Навального. Один из лидеров российской оппозиции был приговорен к 19 годам лишения свободы по необоснованным обвинениям в так называемом экстремизме. Это произошло в прошлую пятницу. В заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера этот вердикт суда в отношении Навального назвали «несправедливым завершением несправедливого судебного разбирательства». Цитирую. «В течение многих лет Кремль пытался заставить Навального замолчать и не допустить, чтобы его призывы к прозрачности и подотчетности дошли до российского народа», заявил Миллер, проведя этот последний судебный процесс втайне и ограничив доступ адвокатов к предполагаемым доказательствам, российские власти еще раз продемонстрировали как необоснованность дела, так и отсутствие надлежащей правовой процедуры для тех, кто осмеливается критиковать режим». В пятницу Навального приговорили к дополнительным 19 годам заключения по уголовному делу, которое, по словам самого политика и его сторонников, было сфабриковано, чтобы навсегда оставить его за решеткой и вне политики. Один из самых яростных критиков путинского режима ранее был приговорен к 11,5 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве. Навальный отрицает свою вину, характеризуя все открытые против него уголовные дела как фиктивные. Созданное Навальным оппозиционное политическое движение «Фонд борьбы с коррупцией» ФБК. Решением суда было объявлено экстремистским. Судебные слушания по поводу шести обвинений в адрес Навального проходили в исправительной колонии ИК-6 в городе Мелехово в 235 километрах к востоку от Москвы. Оппозиционеру вменили в вину подстрекательство, финансирование экстремистской деятельности и создание экстремистской организации. Обвинение просило суд, добавив к его сроку 20 лет, добавили 19. В российских СМИ пишут, что если 47-летний политик полностью отбудет наказание, то он выйдет на свободу в 2050 году в 74-летнем возрасте. 74 года ему будет. Сам Навальный накануне вынесения приговора писал в соцсетях, что пятничный вердикт вряд ли имеет значение, как он отметил, в контексте всех юридических проблем, с которыми столкнулся оппозиционер. Государство все еще пытается обвинить Навального в терроризме, что повлечет за собой дополнительный тюремный срок не менее 10 лет. Цель Кремля, по мнению Навального, напугать россиян, как он пишет. Однако политик призвался граждан не пугаться и хорошо подумать о том, как лучше всего противостоять злодеям и ворам в Кремле. Соединенные Штаты осуждают обращение Кремля с Навальным, Владимиром Карамурзой и еще более чем 500 российских политзаключенных. Цитирую, мы будем продолжать внимательно следить за их делами и выступать за освобождение всех несправедливо задержанных. Мы вновь присоединяемся к семье, коллегам и сторонникам Навального по всему миру, призывая к его немедленному освобождению и прекращению продолжающихся репрессий против независимых голосов России, заявили в Госдепартаменте. Обвинения против Навального связаны с его ролью в ныне несуществующем политическом движении, которое власти обвинили в попытке разжечь революцию с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Евросоюз также осудил, как сказано, очередное политически мотивированное решение российского суда против Навального и призвал немедленно освободить политика. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что приговор вновь вызвал у него серьезную обеспокоенность по поводу использования российскими властями судебной системы в политических целях. В США впервые одобрили таблетку для применения во время послеродовой депрессии. Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA решило, что препарат Зуранолон, продаваемый под торговой маркой Зурзувай, можно принимать один раз в день в течение двух недель. И, как сообщило FDA, до сих пор для лечения послеродовой депрессии применялись только препараты, которые нужно вводить при помощи внутривенной инъекции. Производители лекарства компании Sage Therapeutics и Biogen заявили, что таблетки должны появиться в продаже в конце этого года. Их цена пока не объявлена. Как и при других формах депрессии, симптомы послеродовой депрессии могут включать тоскливое состояние, низкий уровень энергии, суицидальные мысли, снижение способности чувствовать удовольствие или когнитивные нарушения. Согласно исследованиям, симптомы послеродовой депрессии испытывает каждая седьмая женщина в Соединенных Штатах. Цитирую, «послеродовая депрессия – это серьезное и потенциально опасное для жизни расстройство, при котором женщины испытывают тоску, вину, бесполезность и даже в тяжелых случаях думают о причинении вреда себе или ребенку», говорит Тиффани Фарчионе, глава психиатрического центра FDA. И поскольку послеродовая депрессия может разрушить связь матери и ребенка, она также способна оказывать воздействие на физическое и эмоциональное развитие ребенка, отметила Фарчионе. Она добавила, что новые таблетки могут помочь многим женщинам, пытающимся справиться со сложными, как было сказано, иногда и опасными для жизни переживаниями. Клинические испытания показали, что таблетка помогла значительно уменьшить симптомы депрессии в течение трех дней после первого приема. По данным FDA, действие препарата продолжалось через четыре недели после последней дозы. Вместе с тем FDA отмечает, что наиболее распространенными побочными эффектами от приема препарата зурзуваи могут быть сонливость, головокружение, диарея, усталость, простуда и инфекции мочевыводящих путей. Агентство также сообщило, что на этикетке содержится предупреждение о том, что зурзуваи ЗЮАР-ЗЮВИ-ЭЙ-ЭЙ. Так вот все это выглядит в спеллинге. Так вот, это лекарство может повлиять на способность человека управлять автомобилем и выполнять другие потенциально опасные действия. Пациентам рекомендуется воздержаться от управления транспортным средством или работы с тяжелыми механизмами в течение как минимум 12 часов после приема лекарства. Компании Sage Therapeutics и Biogen также попросили одобрить примиление зураналона при клинической депрессии. Но FDA заявила, что в этом случае не было предоставлено существенных доказательств эффективности лекарства и предложила подождать дополнительных исследований и разработок. Представители Sage Therapeutics заявили, что огорчены этим решением на фоне нынешнего кризиса психического здоровья, когда миллионы людей с клинической депрессией пытаются найти способ облегчить свои симптомы. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу. Спасибо. Спасибо.